Мне кажется, я сейчас шокирую не только вас, но и себя. Сама я уже немножечко шокировалась, пока писала скрипт для данного видео, просто потому что мы поговорим о трёх группах, в которых дебютируют иностранки, скажем так, понятные нам иностранки, то есть это не там американки и так далее, а мы поговорим так вот конкретно, как русские, азербайджанки, киргизские. И я такая просто, что тут происходит? И очень сомнительная компания, самое главное. Просто потому что, если посмотреть на них, то сейчас всё поймёте. Всем привет, с вами Каролина. Добро пожаловать в новое видео, добро пожаловать на мой канал. Также я вас приглашаю на свой второй канал, конечно же, в свои социальные сети, потому что мне хочется поскорее перейти к делу, но я не могу пропустить вот этот пунктик. По ходу повествования также пишите комментарии. И, конечно же, я вас всех очень сильно люблю. Ну а мы начинаем! Давайте начнём с наименее странного. Это группа A-VET. Они дебютируют под управлением ONO Entertainment. Вроде бы ничего странного мы не слышали, чтобы эта компания попадала в какие-то сомнительные скандалы. То, что нас интересует, это участницы данной группы. Среди них есть Ари, Бель, Дей и Эче. При этом Бель является турчанкой-азербайджанкой. И этот момент очень сильно привлёк иностранную фан-базу. Просто потому что... Да, кстати, если что, у данной группы уже есть название фэндома. Это Ариэль. Почему я подумала о русалочке? Видимо, потому что вот есть что-то такое похожее. Но в целом у нас тут тоже есть своеобразные русалочки в группе. Но это ещё не всё. Также они выпустили уже свои предебютные синглы, которые называются First Flight и Super Freaky Girls. С ними уже можно ознакомиться на их официальном YouTube-канале. При этом, что самое цепляющее в данной группе, это то, что единственной иностранке в данной группе 16 лет. То есть, Бель 16 лет. Эта группа дебютирует в этом году, в 2023. Я определённо очень сильно этого жду. Сейчас, если посмотреть по тому контенту, который уже опубликован с ними, то да, им нужно ещё тренироваться, ещё такой вот больше гармонии устраивать. Но это уже что-то. Это не настолько cringe, как мы могли видеть ранее. Окей, это не настолько cringe, как Али Ландон. Очень сомнительный человек. Если вы хотите фулл разбор данной странной личности, и почему он cringe для всех людей, которые интересуются кей-поп, то напишите мне об этом в комментариях. Я это сделаю. У меня уже были такие мысли, но мне интересно узнать ваше мнение на этот счёт. Далее. Группа NextU. Вот здесь уже cringe. Почему? Потому что данная группа дебютирует от управления Shinwa Entertainment. Но не Shinwa. Shinwa-группа такая есть прекрасная. У них есть Shinwa Company. Нет. У нас есть Shinwa, которые пишутся немножечко иначе. И являются они сомнительной компанией по той простой причине, что вокруг них уже был скандал касательно того, что они собираются дебютировать группы, даже не собрав их вместе в Корее. NextU. Одна как раз таки из их групп. Состав в которых ходят Real, Jane, Shine, Agna, OneTeen. И, вероятно, это ещё не все участницы данной группы. Возможно, присоединят кого-то ещё. Но пока что мы можем посмотреть на то, что нам показали. По крайней мере, хоть кого-то вместе соединили. Касательно следующей группы данной компании, которую мы затруднём чуточку позже, там куда более сомнительные вещи происходят. И что здесь важно? То, что в её состав входит русская девушка и две девушки киргизские. Да, всех остальных участниц вроде кореянки, китаянки и, возможно, кого-то там ещё кто присоединится, мы затрагивать не будем. Мы будем затрагивать то, что нам ближе всего. И тут, конечно же, опять много вопросов. Одна компания создана недавно. И они уже успели, не выпустив ни одной группы, попасть в скандал. Сейчас поймёте, почему. У нас есть вторая группа от Chilla Company. Jillix называется. И в неё входит Суми, Кейт, Зиксер, Агин, Софи и две неназванные участницы. И этом здесь у нас есть две русских девушки. Всех остальных, опять же, мы не будем затрагивать. Если что, с их биографиями вы можете ознакомиться в интернете. Эта информация там уже есть. Но, вероятнее всего, туда добавятся ещё какие-то русские девушки. Либо же не совсем русские девушки. Потому что, если посмотреть на всех якобы трени данной компании, то там их такое приличное количество. И практически все из них иностранки. Что у зарубежной аудитории вызывает больший вопрос. Потому что они спрашивают, что почему так много иностранок? Там даже вот как бы кореянок нет в таких количествах, как вот иностранки. Но компания позиционирует себя как якобы та, которая вот хочет просто сломить все границы. Потому что у них даже слоган есть у данной вот группы Jillix. Мы выйдем за рамки государства, религии, идеологии и политики. Мы новая женская кей-поп-группа. Поздравляю. Но есть одно но. Это то, что компания Shiloh Entertainment сказали, что данная группа дебютирует тогда, когда они наберут определённое количество подписчиков на их странице. Это вызывает очень много вопросов. Потому что даже если посмотреть по биографиям девушек, окей, некоторые из них, набранные, по-моему, вот как раз-таки участницы NextU, они находятся в Корее, потому что они, кажется, студентки корейских университетов. Что касается Jillix, то эти девушки учатся не в Корее и живут не в Корее. Потому что если посмотреть по их биографиям, то они находятся в каждой своей стране. Где они там вот живут, там они и находятся. И компания их не собрала ещё вместе. Но уже что-то говорят об их дебюте. Как можно тренировать группу и дебютировать группу, которые никогда не встречались? Так много вопросов и так мало ответов. И будет неудивительно, если всё получится точно так же, как с... Я сейчас забыла название этой группы и их компании. Но до этого у нас уже была группа, где была всего одна русская участница. Но тем не менее, эта группа очень быстро распалась. Компания обанкротилась, расформировала их. И по факту они ничего не заработали на своей карьере. То есть они просто были вот такими вот... Мы вас отправим туда-то, туда-то, туда-то. Вы там выступаете. Но они даже не создавали нормальных условий для этой группы. Они не делали ничего адекватного для того, чтобы эта группа как-то развивалась. И с большой вероятностью здесь произойдёт то же самое. Неизвестно, сколько вообще просуществует эта компания, сколько просуществуют эти группы и дебютируют ли они вообще. Потому что здесь речь как бы идёт о том, что да, они дебютируют в 2023 году, но к их дебюту по факту ещё ничего не готово. В общем, пишите своё мнение, свои взгляды на всю вот эту вот историю в комментариях. Потому что да, первая группа уже официально готовится к дебюту от реальной компании. От компании, которая выпустила уже их синглы, где их можно послушать, на них посмотреть и так далее. И две сомнительных группы, но с интересующими нас участницами, знакомыми нам, скажем так. В общем-то да, давайте всё это обсудим в комментариях. Конечно же, я вас всех очень сильно люблю и до встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok